Детей в семье Майоровых теперь хватит на всех. У молодых родителей тройня. Алина, Алиса и Ника. Как рассказывает мама малышей, такое пополнение в семействе стало для нее приятной неожиданностью. УЗИ в начале беременности показывали двойняшек, но позже выяснилось. В животе сидят тройняшки. Ну вот у нас самая маленькая родилась первая. Она всего 980 грамм у нас родилась. Была полтора месяца в реанимации, потом ее спустили, все хорошо. Она сразу стала догонять всех потихонечку. Потом была у нас Алиса, 1,3 кг. Она у нас самая крупненькая сейчас, но самая сонная, постоянно спит. И Ника у нас 1,2 кг. Она у нас самая, я не знаю, крикливая, капризная. Каприза новорожденных девочек главу семейства не пугает. Говорят, теперь он будет окружен женской любовью. Слезы счастья наворачиваются и у бабушки. Ну это большое событие, это действительно радостное. У меня единственная дочь. В общем, и естественно, рождение трех внучек – это громаднейшее счастье. Девочек, тем более. Большая радость. Я буду окружен любовью со всех сторон. Не описать это. Очень счастливы. Так что больше нечего мне добавить. Как говорят медики, тройняшки – событие редкое. Однотройня рождается на 10 тысяч детей. Но ярославские роженицы нарушили статистику. За год в нашей области на свет появилось сразу три тройни. По итогам 9 месяцев 8 600 детей. И на 8 600 уже третья тройня. В прошлом году, я хочу сказать, тоже было три тройни. То есть два последних года они такие урожайные на тройни. А вот в 2017 году ни одной тройни не было. К слову, для семей, где на свет появляются сразу несколько детей, есть особая программа помощи. Кроме ежемесячных выплат и материнского капитала, она может претендовать на получение земельного участка и улучшение жилищных условий. Согласно программе «Семья и дети Ярославии» может быть принят указ губернатора области о материальной помощи. Либо на улучшение жилищных условий, если семья будет признана нуждающейся в улучшении жилищных условий. Либо семья имеет право выбрать материальную помощь на жизнеобеспечение рожденных одновременно трех и более детей в размере одного миллиона рублей. И даже это еще не все. Каждая многодетная семья имеет право получить поддержку на оплату коммунальных услуг. Кроме того, президент России предложил еще одну выплату на погашение ипотечного кредита. Дарья Кос, Сергей Мазилов. День в событиях.